СПИТАК Города-побратимы Самара и Спитак отметили пятилетие дружбы и сотрудничества. Напомним, армянский город Спитак был фактически разрушен в 1988 году из-за землетрясения. Помощь пострадавшим шла со всех уголков СССР, в том числе из Куйбышева. В 2019 году во время визита в Спитак Самарской делегации, которую возглавляла мэр города Елена Лапушкина, между городами был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Содействие жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках программы «Мой дом». Главное направление проекта – консультирование и обучение старших по домам председателей Советов МКД, ТСЖ и ТОС. Подробности в программе «События» на телеканале «Самары ГИС». В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил экологов с профессиональным праздником. Он отметил, что забота об экологии региона, стремление сделать его местом, где каждый человек живет в гармонии с природой, будет способствовать развитию Самарской области, повышению ее инвестиционной и туристической привлекательности. В Самарском регионе до 15 октября действует особый противопожарный режим. В этот период на территории лесов запрещено разводить костры, выполнять работы с открытым огнем, сжигать мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организации при усадебных, садовых и дачных участках. В Красноярском районе на трассе М5 «Урал» столкнулись два грузовика и легковушка. По информации правоохранителей, есть погибшие и ранены три человека. Мошенники могут использовать украденную с сайта госуслуги личную информацию для подделки паспортов граждан. При взломе аккаунта необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или в доме. Также надо проверить, не было ли сделок по недвижимости. Животные могут реагировать на громкие звуки грозы. Это проявление стресса питомцев. По словам экспертов, нельзя после того, как собака напугалась, уговаривать ее гладить, брать на руки. Животное воспринимает это как вид поощрения своему поведению. При этом не нужно ругаться и кричать. Нужно помочь собаке отвлечься и не паниковать, поскольку питомец хорошо считывает поведение хозяина.